Всем привет, друзья! С вами Ксюша. У нас новогоднее розовое какое-то такое безумие за моей спиной. Сегодня будет много продуктов в розовых оттенках. И покажу вам что? Покажу вам покупки. Ну, наверное, я их назову люкс как-то так, но не всё здесь люкс. Хотя, учитывая положение вообще мировой экономики и так далее, фиг поймёшь, что уже люкс, что не люкс. Декоративка, уход, парфюмы, короче, всё вам покажу. Мы начнём с ухода. Это бренд Glosser. Сейчас я вам всё покажу. Бренд американский. У них любопытный очень такой лозунг, что ли, слоган. Там как-то звучит, не помню. Care first, makeup second and smile always. Мне так нравится. Это так как-то правильно, что ли. Вот в такой упаковке брала, разумеется, у перекупщиков. Понятия не имею, где Glosser. Можно купить как-то иначе. Моя задача была протестировать бренд и узнать, что это вообще такое. Подходит мне, не подходит. Посмотрите, какое всё нежное розовое. Причём этот розовый оттенок, который на упаковках называется там розовый миллениалов. То есть, стопроцентное попадание. Бренд стал известен благодаря вот этим вот бальзамам. Я один уже открыла, попробовала. Это универсальный бальзам для губ, для кожи, для ногтей. Ну, я имею в виду кутикулу, да, и они имеют в виду кутикулу. Очень крутой, супер увлажняющий. Я обалдела. Это не просто какой-то вазелин, скажем так. Что в этом наборе? Да, я сегодня вам покупки показываю. Мы сегодня покупочки разбираем. Поэтому ревью от меня не ждите какого-то. Вообще здесь ничего не пробовала, кроме этого бальзама. Итак, здесь очень популярный их клинзер. Милки джели клинзер. Это мягкий очищающий продукт для лица. Это просто бестселлер марки. И они как вообще себя позиционируют? Что, мол, мы бюджетные? Ну, тоже бюджетные для кого? Не для России. Но тем не менее. Мы бюджетные, но мы качественные. Это правда так. По отзывам, что я нашла в интернете, я не нашла ни одного негативного. Были отзывы, что, ну, ничего особенного. Ну, так о чем мы ждем-то? Чего особенного должно случиться? Итак, здесь умывалка 60 миллилитров. Здесь масляная сыворотка, которую, ну, вот сейчас я закончу со своим уходом, да, и введу ее в свой уход, потому что я боюсь масляные продукты на теплое время года переносить. Поэтому мне сейчас нужно вот его внедрить в уход. Масляная сыворотка гибридная, увлажняющая. Сейчас посмотрим. Дальше. Вот такая сыворотка в пипетке. Или это софтнер? Не помню, что это. Сейчас, секунду. Ни слова по-русски, конечно. Значит, ну, это какая-то сыворотка. Супер. Не знаю, что это такое. Супер чего-то там. Круэлти-фри, произведено в США. Все прекрасно. И здесь сколько миллилитров? Мало. 15. По-моему, это сыворотка. Я читала описание этого набора. Итак, здесь розовый бальзам. Давайте я вам сейчас его выдавлю, покажу. И вот такой их, видимо, классический бальзам без ароматических добавок. Вот такая еще идет штукенция. Это маленькая миниатюрочка. 15 миллилитров крем для лица. И, не поверите, повязка на волосы. Самое, что нужно здесь, конечно же, повязка на волосы. Но я их использую, вы знаете, для ухода. Вот такая повязка. И она с силиконовой вот такой штукой, чтобы не сползала на лоб, даже с двух сторон. Сделана очень качественно, как резинка от хороших колготок. Бальзам сейчас выдавлю, вам покажу. Вы ничего не поймете. По текстуре, да, наверное, напоминает вазелин, вот пау-пау, вот эти все бальзамы. Но по, знаете почему? По воздействию другая история. Не просто какая-то жирная пленка минеральных масел, а это прям питание какое-то, как суперконцентрат какого-то увлажнения розового цвета, который становится совершенно прозрачным. Бальзамчик. Я не чувствую какого-то супераромата. Ну, легкий, может быть, где-то в отдалении аромат. Скажите мне, чего? Розочки. Но для кутикулы, боже мой, для сухой кутикулы это счастье. И для губ. Причем для губ на стадии, когда их нужно реанимировать прям. Это очень крутой бальзам. Не знаю, насколько нанесение из тюбика удобная история для многих. Но, тем не менее, это так. Давайте следующее, что я вам покажу. Давайте поинтересному сразу пойдем. Аромат от Ким Кардашьян. Вы не видите, тут есть надпись. Она вот тут бликует. Кристалл Гордения Цитрус. Я буду писать где-то вот здесь. Потом, наверное, ем пирамиду, потому что я ее не помню. Как выглядит сама упаковка. Здесь откроем чуть позже. И сам кристалл аромата. Это кристальная коллекция. Ничего нового. Мне очень хочется попробовать ароматы боди. Вот эти, знаете, где видеть тело Ким Кардашьян. Богоподобного тела Ким Кардашьян. Но я вот такой. Это даже не я купила. Это Илья мне подарил. Давайте будем честны. 30 мл. Цитрусовый. Легкий цветочный аромат. Он такой, знаете, ну не то чтобы подростковый, но это аромат молодой девочки. Это аромат, знаете, когда весна, когда деревья еще голые, но из почек начинают пробиваться первые зеленые вот такие листики. Вот, наверное, как-то так. Очень свежий аромат. Красивейшая упаковка. Красивейшая упаковка. Здесь вы читаете пирамиду аромата. Не сказать, что это сильно сложно. Не могу сказать, что это лучший парфюм в моей жизни, за ним стоит гоняться. Нет, но в моей коллекции он будет не лишним. Я его точно закончу. Очень красивая упаковка и очень красивая задумка. Что вот здесь в конверте? Давайте смотрим. Мы открываем конверт. И здесь встречаем вот такую карточку, где написано розовый кварц. Вообще, да, линейка эта посвящена кристаллам. Здесь вопрос, вообще розовый кварц, это же не кристалл, это порода, да? Как это назвать? Короче, розовому кварцу все это посвящено. И написано, что розовый кварц это камень любви, эмоционального здоровья, что он тут балансирует и так далее. Это все замечательно. Но что же там внутри? Слышите звук? Вы думаете, что пробнички, да, какие-то, но было бы идеально, если бы с одним ароматом другие, пробники других ароматов шли в комплекте. Но нет, здесь три кристалла розового кварца. Я такого не видела у парфюма. Ну, по-моему, прикольно. То есть, вот он прям, звук такой. Мне нравится. Духи были куплены, точно знаю, на скидках. Вообще, все, что здесь, я урвала на каких-то скидках, каких-то там этих. Вот эти духи стоили 2,5 тысячи рублей. Вот, я точно знаю, потому что я сказала, Илья, подари мне духи. Так это примерно было. Давайте немножечко декоративки вам покажу. Первое, это увлажняющая база от Huda Beauty. Как здесь все так смотрится, прикольно. Прозрачное желе, которое, вот здесь помпа, все это идет в пластиковой упаковке. Прозрачный. И здесь желе, вот такое. Ну, это по текстуре просто легкий гель. И, честно говоря, немного я разочарована. Да, увлажняет, несомненно. Но я ждала чего-то большего от базы за такие деньги. И вообще от Huda я всегда жду больше. Вы знаете, у меня была сыворотка для лица, тоже она как база шла, от Stellary. Они мне прислали на обзор, там большой набор их, там золотая коллекция или что-то такое. И у них с пипеткой там была база увлажняющая. То же самое, только вот в более вот здесь красивой упаковке не повторю точно больше. То есть вот я использую. Мне сейчас правда нужно увлажнение. Сегодня наносила эту базу. Вообще я сегодня сияю, как сумасшедшая. Обратили внимание? Почему я так сияю, я вам покажу дальше. Вы увидите. Мне сейчас очень нужно увлажнение. И здесь исключительно увлажнение. То есть ни выравнивания, никакого такого эффекта нет. То есть просто более увлажненная кожа. Но если у вас хороший уход, вам эта штука и не понадобится. Она не сработает на вас. Water Jelly увлажняющий праймер 35 мл. Вот так. Я купила, использую, покажу вам в пустых банках. Но сказать, что я прям в каком-то... Нет, не могу. Это будет просто неправдой. Но давайте спойлернула, что это как-то вот сияет. Видите, вот кожа вся сияет. Не локально, а вся. Почему, Ксюша? Это то, что мне приехало вчера. Я заказала онлайн на сайте Сифара. Вот эту свою мечту. Это Born This Way Turn Up The Light. Такой, значит, суперпродукт для лица. Это набор хайлайтеров разных финишев, что ли. Не знаю, не финишев, а как сказать. Короче, я все вам покажу. Почему я его заказала онлайн через Сифару? Потому что в оттенке light он был только на сайте. Во-вторых, у Сифары идет сейчас какая-то фигня, типа адвент, календарь и каждый день какие-то скидки. Я не покупала эту штуку только потому, что она стоила 3300 рублей раньше. И это безумно дорого, я считаю. Сейчас она стоила 2300 рублей. И мне к этому продукту дали две туши в мини-формате. Но ее все равно хватает месяца на полтора, наверное. Ну, на месяц. Не лишнее, согласитесь. Две туши дали в подарок. Крем для лица. И пробник духов. По-моему, это просто выигрыш максимальный. Посмотрите, как это красиво. Я не могу. Интересно, я сделала подсъем? Ну, смотрите, если я сделала подсъем, то вы сейчас видите это поближе. Если не сделала, ну, вот такой я человек. Итак, три хайлайтера. Glow история. То есть такое красивое, деликатное сияние. Это прям лоск. Soft Focus. Это то, чем я покрыла сегодня все лицо. И оно у меня такое вот непонятненькое. И Dazzle. Это прям блестки, мерцание, сияние. Которые у меня сегодня на глазах. На верхнем веке. Вы можете их видеть. Сияет и правда красиво. Продукт выглядит солидно. Большая такая, да, штука с ладони. На самом деле, вот этот средний рефил. Это 5 грамм и вот эти по 1,5 грамма. Не так уж его здесь и много. Но я его так хотела. Я просто о нем мечтала. И да, сейчас я не буду, наверное, делать сводчи. Это бесполезно. Я все-таки сделаю подсъем. Это будет честно. Короче, на скидках очень классно урвала вот такую штуку. Безумно хотела. Безумно. Безумно хотела, знаете, сколько? Года два последних. Так, прикиньте, и вот теперь у меня эта штучка есть. Вот так. Зачем убрала в коробку, не знаю. Ну, это, знаете, у меня всегда такая новая вещь. Я ее боюсь использовать. Я буду смотреть, ходить вокруг нее. Но нет, так нельзя. Новой вещью надо пользоваться. Жизнь коротка. Нужно себя баловать, радовать и вообще. Аромат. Аромат от Клоранс. Это их цветочная вода. Это самый непонятный для меня продукт. Почему? Они заявляют это как там парфюмерный спрей. При этом можно освежать кожу, еще что-то. Кожу чего я могу этим освежить, если здесь 70% спирта? Я высушу кожу, если буду пшикать это, допустим, на лицо. То есть, ага, не предполагается. Ну, так вы и скажите, что это просто парфюмерная вода для тела. Ну, что-то такое. Они тут туману нагнали. Но я тоже. Это, знаете, моя такая хотелка многолетняя. Вот я прям хотела вот эту цветочную воду. Вообще не разочаровалась. Знаете, почему? У меня постоянно спрашивают, что на мне. Что у меня за парфюм. И мне так это нравится, когда люди обращают внимание. В Ким Кардашьян ходила. Всем плевать. Абсолютно. Вот эта штука просто невероятная. Это очень свежий аромат. Траминисто-цветочный, сладковатый. Когда смешивается с ароматом вашей кожи, раскрывается сказочно. Да, стойкость оставляет желать лучшего. Хотя, я не знаю, я подпшикиваю его постоянно. Мне нравится просто его вдыхать. У меня просто поднимается от него настроение. Не сказать, что это прям дико сложный аромат, но очень приятный. Очень приятный, безумно его хотела. Опять-таки, скидочки, скидочки на меня повлияли. И знаете, что мне нравится? Мне нравится распыление. Вообще, я сегодня в другом аромате. Видно? Не видно. Очень мелкое распыление. Супер мелкое распыление. Оно такое создаёт облако и пахнет, я не знаю, как утром в сад выходишь и, знаете, там пахнет травой, листвой, росой. Может быть, где-то яблоки какие-то. Может быть, какие-то ягоды. Ну, то есть, вот много ароматов, которые очень бодрящие. Очень настроение поднимает. Круто. Круто. Не знаю, может быть, потому что зима, но мне нравится. Не знаю, мне этот аромат даёт что-то, чего мне сейчас не хватает. Давайте покажу ещё одну лапоньку от Huda Beauty. Вы мне спрашивали уже, я была в видосах, появлялась, значит, в этой помаде. Вы мне спрашивали, что это. Вот, рассказываю. Итак, вот в таком чехле. Опять-таки, на скидках в Сифоре. Фиг бы я взяла без скидок. Без скидок этот набор стоит 2700 рублей. Ну, типа, нет, ребята, это вообще не его цена. Я взяла за там что-то... Ну, короче, по цене помады, я не помню точно, но я когда считала, это была цена одной помады. Чехол, очаровательный на молнии, который вы можете подарить своей дочке. Ну, я не знаю, нафиг он сдался, если честно, чехол. Я его хранила только для вас, чтобы видео вам показать. Карандаш и губная помада. Оттенок называется Hustla, наверное. Это кремовая губная помада. У меня были разные. Были матовые помады от Huda, были жидкие. Это кайф. Кайф. Кремовая помада – это кайф. Особенно, если вы чуть-чуть взрослее, чем там 20 лет. Почему? Губам хочется увлажнения, особенно сейчас. На зиму из матовых помад я могу переносить только там Beo Minerals, вот эти суфлейные помады, которые восхитительные. Они матовые, но они не сушат губы. Все остальное – зверское испытание для губ, поэтому кремовая история. Карандаш ужасный. Красный карандаш в оттенке Вом Браун. Автоматический карандаш для губ и кремовая помада. Вот он весь набор, да? Косметичка, карандаш, помада. И вот этот карандаш – какое-то лютое зло. Каждый раз, когда я его наношу, я выгляжу ужасно. Не знаю, в чем дело. Он не делает мне красивый контур губ, он меня дико старит, он, не знаю. Сам по себе он может быть неплохой по качеству, но оттенок, очевидно, не мой. И он создает эффект, знаете, вот говорят, земли поела. Вот у меня ощущение, что я поела земли. Держится хорошо, все отлично, но на губах некрасиво. При этом выкручивается, ну, как бы, да. Но мне этого недостаточно. Сейчас мне хочется, чтобы продукт все-таки мне подходил по оттенку. Не подходит. Мне не нравится. Я была в каком-то видео, я даже пошутила, что я к вам из 80-х. Потому что, ну, выглядело прям зверски не очень. Итак, помада. Помада кремовая, я уже говорила. Очень увлажняющая, очень питательная. Вот посмотрите, вот они рядом. И чтобы привести оттенок карандаша к оттенку помады, нужно прям постараться. Нужно заморочиться в плане градиента, да. Ну, кто это будет делать? Вы будете? Я нет. Ну, не знаю, не нравится мне их носить вместе. Сегодня помада, она на мне отдельно. И кто-то может сказать, что есть эффект воспаленный каймы губ. Ну, может быть, вы и правы на самом деле. Ну, не знаю. Как? Для разнообразия пойдет. Качество помады просто бомба. Я бы еще взяла. Ну, не знаю. Я видела, знаете, тоже в Сифоре маленькие помады в миниатюре, кремовые. Они недорого стоят, вот две помадки. Круто. И носить с собой удобно. Сам набор прикольный, карандаш ни о чем. Но я не могу его использовать. Он меня старит. А мне и так 32. То, что я изначально заказывала в состоянии бешеного горя, сейчас вам расскажу. Я сделала заказ, помните, может, говорила где-то в прямом эфире на сайте ТАРТ. И я заказала на 7000 рублей такое количество косметики. Там, наверное, за 20-ку переваливало. Ну, потому что там были скидки 70%. И я там хитро по всяким промокодам, по всему. Короче, классно затарилась косметикой ТАРТ. И эту посылку теряют уже в России. Она в Россию приехала буквально за два дня. И в России ее потеряли. Я ее долго ждала. В итоге я написала в ТАРТ. Они говорят, да, ваша посылка потеряна. И мне возвращают деньги. Мне от этого легче не стало. Потому что сейчас... А, они дали мне еще промокод в ТАРТ. Там, можете себе что-нибудь там, значит, скидочку еще получить. Но все. Те совокупность тех скидок, там, типа, Черная Пятница. Там, вот эти вот киты можно было у них собирать. Еще что-то. Все. Это уже не работает. То есть я так выгодно больше косметику не куплю. И, короче, у меня вот это вот все на меня навалилось. Я так расстроилась. И самое главное, что мне было нужно, это карандаш для слизистой черной. И я его заказывала в ТАРТ. Соответственно, он мне не пришел. И вот я заказала его в Туфейст. И не разочаровалась ни капли. Слушайте, вот этот набор стоит на 500 рублей дороже, чем просто один карандаш купить. Но здесь карандаш и полноразмерная тушь. Не буду врать, что тушь Better Than Sex мне нравится. Я ее как-то люблю. Нет, вообще, честно говоря, очень средняя. Но, ну вот она на мне, посмотрите. Но не могу сказать, что это там 500 рублей что стоит? Да все что угодно. Вивен Сабо там и прочее около там 500 тоже рублей стоит. Ну, пожалуйста, но у меня только Туфейст за эти деньги. Какая разница. Обалденный карандаш. Помните, я вам всегда говорила, что отличный карандаш для слизистой это Марк Джейкобс. Ребята, вот это тоже бомбовский карандаш. Если вы тем более попадете на какие-то там акции, он где-то будет идти в подарок или в каком-то наборе. Обалденный карандаш именно для прокрашивания вот этой вот слизистой. Рисовать им стрелку, мне кажется, нереально. Он слишком мягкий, слишком жирный. Хотя, с другой стороны, провели по верхнему веку. И вы знаете, как так делают? Раз так рукой и вытягивается стрелочка. Я тоже так раньше умела и так тоже раньше делала. Сейчас не делаю, конечно. Написано, что стойкость у него 36 часов. Разумеется, никто из нас этого не узнает, потому что мы с вами хорошие девочки и смываем косметику каждый день. Да, это так? Это так. Поэтому мы не узнаем. Но супер карандаш. Жирный, черный, насыщенный, пигментированный и очень мягкий. В том плане, что легко наносить, не царапает глаз. Он сегодня тоже на мне. Я меньше думала, что только Марк Джейкобс мне покатит, но нет. И в наборе тут также шла тушь полноразмерная, better than sex. Я уже как-то снимала обзор и говорила, что это же у кого такой плохой секс, что даже эта тушь лучше. Ну, на самом деле, теперь мой опыт в вопросах сексологии расширился. Я понимаю, насколько секс может быть у людей разный. Поэтому, может быть, эта тушь и видит право так называться. Why not? Итак, что это такое? Это вот такая щеточка с утолщением. В нижней части щеточки и в верхней. Не могу сказать, что это удобно. Не понимаю, нафиг это надо. Но, наверное, кому-то надо. Формула классная. Хорошо наслаивается. Практически не делает комков. Хотя комки могут появиться на третьем-четвертом слое. Но тут у какой угодно туши комки появятся. Классные пушистые ресницы. Я довольна. Смывается достаточно легко. Немного отпечатывается на верхнем веке. Но не было у меня такой туши, которая бы полностью не отпечатывалась на верхнем веке. Это нереально. Нужно с этим смириться. У меня жирная кожа лица настолько, что, я не знаю, это должна быть промышленная какая-то краска. И все равно, мне кажется, она отпечатывается у меня на верхнем веке. Вот такие дела. Все вам показала. Все вам показала. Похвалилась покупочками. Конечно, стресс от посылки, которая не приходит, был настолько велик, что мне нужно было это все компенсировать. Не хочу забегать вперед, но есть у меня мысль о том, чтобы сделать следующий год годом, ну не то чтобы отказа от косметики, от покупок косметики, но, короче, покупать только то, что нужно. Ну вот, например, насколько я нуждалась в чем? Ну, тушь, да, тушь нужна. У меня туши не было никакой. У меня сейчас про запас, не лежит никакой туши. Вот, она у меня одна. Ну, вот эта палетка хайлайтеров, насколько она была нужна? Ну, спорный вопрос. Хайлайтеры у меня есть, как бы, ну это прям хотелка. Вот от таких покупок, я думаю, в следующем году мне стоит отказаться. То есть я буду максимально добивать, подбивать все свои закрома, все свои вот эти вот залежи косметические, все свои палетки. То есть я буду их в следующем году прям активно использовать. Я хочу подразгрузиться, освободиться и, честно говоря, мне интересно в экономическом плане, насколько это будет полезно для меня не тратить деньги на косметику. Потому что вы знаете, да, злой патриархат, во-первых, платит нам меньше, да, как бы, тут есть такой момент. Плюс заставляет нас тратить свои свободные деньги на эпиляцию, реснички, ноготочки. Ногти я делаю сама, педикирую я делаю сама, волосы я крашу сама. Короче, по максимуму пытаюсь разобраться самостоятельно. Но, тем не менее, хочу посмотреть, что будет, как будет меняться моя жизнь, как будет меняться мое финансовое положение, если я не буду тратиться на косметику. То есть то, что присылают на обзор, это окей, это там, ну, как бы, чего об этом говорить. Но сама хочу попробовать. Не знаю, получится или нет, для меня это достаточно сложно. Вы знаете, я бьюти-голик, у меня есть такая зависимость. Но я хочу попробовать. Я хочу с Нового года пересмотреть свое отношение к косметике. Вы знаете, вот ее покупаешь, покупаешь, вроде кайф, 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 приятно, приятно. Но в какой-то момент ты понимаешь, что удовольствие от покупки, а не от использования, например. И потом начинается обратная история. Косметики много, надо использовать, надо все. Чувствуешь какую-то, ну, как будто бы вину, что не используешь это все. Ну, странное ощущение, хочу с этим поработать. Вот, когнитивно-поведенческая терапия. Вот так. Спасибо, что посмотрели. Пишите мнение о моих покупках. Кто пробовал вот эти парфюмы, что думаете, кто пробовал ароматы боди от Ким Кардашьян. Обязательно напишите ваше мнение, какой ваш любимый, если вы что-то из этого пробовали. Люблю вас безмерно. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. И пока.